НЛО в исторических хрониках Мы привыкли к утверждению, что официальная история НЛО началась 24 июня 1947 года, когда пилот-любитель Кеннет Арнольд увидел над скалистыми горами четкий строй сверкающих дисков. Согласно его описанию, летевших словно запущенные кем-то тарелки. Но, судя по дошедшим до нас летописям, можно предположить, что примерно одни и те же неизвестные летающие объекты наблюдались по всему миру и всегда. В одной из самых бюрократических стран Китая еще в 557 году было скрупулезно описано появление зигзагообразно передвигавшихся непонятных объектов. В 1905 году НЛО внезапно останавливались и зависали на некоторое время, а в 1934 году в Китае наблюдался странный объект, неоднократно менявший форму во время полета. Над Японией в 989 году несколько летящих объектов соединились в один, а в 1015 году наоборот из двух маленьких летящих объектов вылетело по несколько светящихся шаров меньших размеров. В 1133 году над Японией наблюдались летящие объекты в форме щитов. В 1235 году полководец Иори Цума со своей армией увидели появившиеся над ними светящиеся объекты в форме блюдец, всю ночь описывавшие на небе круги и петли. В 1423 году несколько летевших объектов передвигались зигзагами и соединялись в один, а в 1606 году объекты подолгу останавливались и зависали над древней столицей Японии Киото. В 1104 году в небе Англии наблюдался большой сигарообразный объект, вокруг которого окружилось несколько светящихся дисков. В рукописи М. Флотского аббатства Англия, написанной на церковной латыни, рассказывается о том, что в один из дней 1290 года над головами испуганных монахов появилось огромное овальное серебристое тело, похожее на диск. Оно медленно пролетело над ними, вызвав великий ужас. Летом 1355 года множество людей наблюдало над Англией появление большого числа объектов, светившихся голубым и красным светом. Объекты двигались по небу в разные стороны, и казалось, что они атакуют друг друга. Потом армия красных объектов стала одерживать победу над голубыми, которые поспешно опустились на землю. В 1461 году неизвестный объект, летевший над городом Арас, Франция, внезапно начал перемещаться по спирали. В 1490 году в Ирландии над крышами домов несколько раз пролетел серебристый дискообразный предмет, оставляя за собой длинный след. При его пролете на колокольне сорвало колокол. В 1520 году над немецким Эрфуртом в сопровождении двух маленьких шариков пролетел большой шар, при этом из большого шара исходил вращающийся луч. В апреле 1561 года над Нюрнбергом появилось большое количество летающих плит и крестов, и два огромных цилиндра, из которых вылетали группы шаров. Одновременно наблюдались многочисленные сферы и диски, окрашенные в красный, голубой и черный цвета. Все они устроили в небе подобие воздушного боя, приведя в ужас население города. По прошествии часа объекты начали снижаться и падать на землю, истребляя друг друга, похоже на какую-то компьютерную игру. В августе 1566 года над Базелем, Швейцария, наблюдались в небе большие наклонные трубы, из которых возникали шары. В то же время поблизости было замечено большое количество черных сферических тел, летевших на большой скорости к Солнцу. Через некоторое время они совершили полуоборот и стали сталкиваться друг с другом, как бы изображая битву. Некоторые из объектов становились пламенно-красными и съедали друг друга. В том же 1566 году светящиеся сферические объекты были замечены над Мюнстром, Германия. В 1646 году в городе Кембридж, Англия, на глазах у зрителей вращавшийся огненный шар сначала приземлился за городом, а потом взлетел и умчался с огромной скоростью. 8 апреля 1665 года, около двух дня, рыбаки Обархофта, тогда территория Швеции, сейчас Германии. Увидели небесные корабли, сражающиеся друг с другом в небе. После битвы в небе завис темный объект. В небе появилась плоская круглая форма, как тарелка, напоминающая большую мужскую шляпу. У нее был цвет темнеющей луны. Она зависла над церковью святого Николая. Там она оставалась неподвижна до вечера. Рыбаки были перепуганы до смерти. Они не хотели смотреть в ту сторону и закрывали руками свои лица. На следующий день все они заболели. Рыбаки ощущали дрожь и боль в голове и конечностях. Многие ученые и люди размышляли над этим событием, писал немецкий автор Эразмус Финкс в 1689 году. Существует донесение 17 века, посланное властям из Кирилла Белозерского монастыря о метеоритах, появлявшихся в Белозерском уезде. В нем говорится, что 15 августа 1663 года над деревней Робозера в Вологодской губернии с севера появилось светящееся тело диаметром около 40 метров, которое с сильным шумом на малой высоте медленно двигалось в южном направлении. Из его передней части были направлены на расположенное около деревни озера два луча. Оказавшись над озером, тело внезапно исчезло, затем появилось вновь в полукилометре юго-западнее, а вскоре опять исчезло. Наконец оно возникло в третий раз на удалении полукилометра западнее последнего места появления и, померкнув, исчезло совсем. При попытке приблизиться к нему на лодке, крестьяне почувствовали сильный жар. Одно озеро было освещено на глубину 8 метров. Общая продолжительность наблюдения тела составила полтора часа. 2 апреля 1716 года столкновение двух небесных объектов наблюдалось в районе Петербурга. Его описание было сделано по указанию вице-адмирала Крюйса и приводится в донесении нидерландского посланника при дворе Петра I, барона Деби, который хранится в архиве военно-морского флота. В 9 часов вечера на совершенно чистом безоблачном небе с северо-востока появилось густое темное облако с заостренной вершиной и широким основанием, с огромной скоростью нервшееся по небосводу, достигнув за три минуты половины высоты до зенита. Одновременно на севере появилось второе такое же темное облако, двигавшееся на восток и подлетевшее к первому облаку с западной стороны. При сближении этих облаков между ними образовалась световая колонна, существовавшая несколько минут. Потом оба облака столкнулись и разбились, словно от сильного удара, а в точке столкновения появилось обширное пламя, сопровождавшееся дымом, которое по всем направлениям пронизывали лучи пламени. Наряду с этим наблюдалось множество мелких облаков, двигавшихся с невероятной скоростью и извергавших яркое пламя. Кроме того, появилось множество ярких стрел, доходивших до высоты 80 градусов от горизонта. По описанию очевидцев, вся картина напоминала сражение флотов или армий и выглядела устрашающе. В описании также упоминается, что в это время на северо-западе появилась огромная блестящая комета, поднявшаяся на 12 градусов над горизонтом. Аномальное явление продолжалось около четверти часа. К 10 часам вечера небо снова стало ясным. 11 декабря 1741 года, 21.45, в Лондоне, Англия, Лорд Бошем, увидел спускающийся с неба маленький огненный овал. Спустившись до высоты около 800 метров, он остановился и направился на восток, оставляя за собой след из огня с дымом. Также в Лондоне 19 марта 1748 года, в 1945, сэр Хэнд Слоун видел, как в западной части неба снижался ослепительно яркий бело-голубой объект, за которым тянулся красно-желтый хвост. Через полминуты объект исчез. В 1783 году итальянец Кавелло увидел над морем овальное блестящее тело, передвигавшееся скачками. Через некоторое время оно взвилось вертикально вверх и полетело на восток, после чего круто изменило направление полета и усилило свечение, осветив всю местность. Затем оно из круглого стало продолговатым, разделилось пополам и исчезло. Итальянский уфолог Альберто Финголио обнаружил документы о весьма необычной истории, связанной с приземлением НЛО и произошедшей возле города Алансон, Франция, 12 июня 1790 года, около 17 часов. Для расследования происшествия из Парижа был направлен полицейский инспектор по фамилии Либье. Свидетели местные крестьяне рассказали инспектору, как увидели большой вращающийся шар размером с карету, окруженный пламенем и летевший с большой скоростью. Он начал падать над их местностью и разбился в вершину холма, уничтожив при этом целую плантацию овощей. От излучаемого им жара загорелись трава и кусты, но крестьяне их потушили. Огромный шар был таким горячим, что до него невозможно было дотронуться. Свидетелями этого случая, писал в своем рапорте Либье, были два мэра, врач и трое других очень авторитетных лиц, не говоря уже об огромной толпе крестьян. Все они могут при необходимости подтвердить мой рапорт. Когда толпа окружила таинственный объект, в его стенках открылось нечто похожее на дверь, и наружу вышло существо, внешне похожее на нас, но одетое по странной моде, в полностью облегающее тело одежду. Увидев толпу, существо пробормотало что-то непонятное и бросилось бежать в лес. Крестьяне в ужасе шарахнулись от шара. Через несколько минут объект бесшумно взорвался, не оставив после себя ничего, кроме мелкой пыли. Был организован розыск таинственного человека, но он, казалось, растворился в воздухе. В 1812 году в Буковине в небе появилась большая звезда, сопровождаемая пучком лучей, и полетела в направлении России. Потом она вернулась обратно и появлялась регулярно в течение четырех месяцев, пока в России шла война с французами. В сентябре 1851 года над Гайдпарком в Лондоне во время всемирной выставки появилось более сотни светящихся дисков, которые подлетели с востока и с севера, после чего собрались вместе и улетели. В мадридской газете за август 1863 года значится, что позавчера вечером над юго-восточной частью Мадрида появился светящийся диск красноватого цвета с шаром пламени. Простояв долгое время неподвижно, диск начал быстро двигаться в горизонтальном и вертикальном направлениях. Одно из первых наблюдений НЛО близ американского материка было записано в 1517 году в вахтенный журнал корабля эскадры конкистадора Хуана де Грихальвы, находившийся около полуострова Юкатан. Тогда над мачтами кораблей появился странный объект, зависший потом на три часа над деревней Коадзо-Куалка, испуская яркие лучи. Несколько случаев наблюдения НЛО упоминаются губернатором штата Массачусетс, Северная Америка, Джоном Уинтропом в описании жизни Бостона в 17 веке. В марте 1639 года около 10 часов вечера Джеймс Эверилл с двумя людьми пересекал реку Мадди в районе Бэк-Бэй и увидел яркий свет, исходивший из прямоугольника, шириной около 9 футов в небе. Повисев сперва неподвижно, объект затем двигался по Чарльз-Ривер в сторону Чарльстона и обратно в течение двух-трех часов, пока совсем не исчез. Другие свидетели подтверждали это явление. 18 января 1644 года в 8 часов вечера с берега моря в районе Бостона на северо-востоке над горизонтом поднимался свет, по величине совпадавший с полной луной. Через несколько минут похожий огонь поднялся с востока. Два огня встретились над гаванью в районе острова Нодл, после чего оба скрылись за холмами. В лесных массивах северного склона холма Патни-Хилл, что возле Хопкеттона, Нью-Хэмпшир, с 1750 по 1800 годы неоднократно замечали светящиеся шары, преимущественно по ночам. Согласно сообщениям, такой шар мог преследовать прохожего, останавливаться, когда останавливался последний, и продолжать преследование, когда тот шел дальше. К очевидцам шар приближался на расстоянии до 50 футов. В июле 1868 года жители Капьяго, Чили, наблюдали в небе большую птицу с лестницами, издававшую металлический звук. Есть версия, что настоящей причиной Великого пожара в Чикаго 8 октября 1871 года стал пролет гигантского огненного шара, уничтожившего на своем пути несколько населенных пунктов. Жар, излучаемый шаром, был настолько сильным, что под его воздействием горел даже мрамор, а металлический стапель на реке сплавился в монолит. В окрестностях Чикаго после пролета шара были найдены сотни тел людей, погибших по неизвестной причине. В ту же ночь такие шары пронеслись над штатами Айова, Висконсин, Миннесота, Индиана и Иллинойс. В городе Гринбэй тогда погибло полторы тысячи человек, в Пестиго – шесть тысяч человек. В ночь на 13 апреля 1879 года некий Генри Гаррисон из Джерси-Сити, Нью-Джерси, наблюдал колоколообразный объект, хаотически двигавшийся в небе. Об этом случае Гаррисон рассказал в газете New York Tribune. Начиная с 80-х годов XIX века в США стали поступать многочисленные сообщения о наблюдении так называемых воздушных кораблей, объектов с сигарообразной формы, оснащенных прожекторами и необычного вида пропеллерами. С того времени сообщением о встречах с воздушными кораблями стали присущи черты современных сообщений об НЛО. Вечером 26 марта 1880 года несколько человек заметили в небе на небольшой высоте над железнодорожным узлом Голистео-Лами, Нью-Мексико. Объект похожий на рыбу, с неким подобием веера на одном из концов. Из объекта доносились голоса, там были различимы несколько фигур. Объект скрылся в восточном направлении. В 1886 году Маракайба, Венесуэла, под воздействием неизвестного овального объекта, зависшего вблизи от дома, на телах девяти жителей, находившихся внутри дома, появились опухоли, исчезнувшие на другой день, оставив черные пятна. В течение девяти дней эти люди ничего не ощущали, но десятый день пораженные места загноились, образуя открытые раны. У людей стали выпадать волосы. Одновременно все деревья, находившиеся около дома, засохли, и на них тоже появились черные пятна. Все пострадавшие были направлены в госпиталь и остались живы. В 1895 году над Мексикой наблюдались полеты групп неизвестных объектов. В период с ноября 1896 года по апрель 1897 в США было зафиксировано большое количество наблюдений неизвестных объектов тысячами жителей отдельных городов, о чем писали газеты того времени. В 1896 году в Сан-Франциско и в 1897 году в Чикаго, в Канзас-Сити и в Систервилле сигарообразные объекты зависали над городами и направляли на землю яркие лучи, похожие на лучи прожекторов. Все вышеперечисленные факты можно считать неоспоримыми, хотя бы по той причине, что тогдашние очевидцы еще и слыхом не слыхали о Стивене Спилберге и его близких контактах третьего рода. Как видите, на планете Земля, словно на арене, постоянно разворачиваются таинственные события, кто бы ни был их инициатором, пришельцы из других планет или, возможно, наши собственные потомки из будущего. Китайские летописцы начала первого тысячелетия сообщали о том, как Люй Гун по прозвищу Вензин вместе со слугой и служанкой искали целительные средства между хребтов. Внезапно он заметил в ущелье трех человек. Обращаясь к нему, те сказали, «Мы бессмертные небожители из палат великой чистоты и великой гармонии. Если последуете с нами, вам откроется секрет бессмертия». Вслед за этим, Люй вместе с небожителями исчез на два дня. Они обучили его тайному заклятию. После же отпуская, сказали, «Вы почтенные, привели с нами два дня. Однако в мире людей прошло уже два года». Люй Гун возвратился, но увидел пустое жилище. Из сыновей и внуков не осталось никого. Исторические архивы всех стран пестрят сообщениями о таинственных пришельцах, катающих на своих повозках доверчивых землян не только в небесах, но и во времени. В китайских летописях сообщается о неком Хуанди, который в 21 веке до нашей эры спустился с неба вместе со своими помощниками в районе реки Хуанхэ, став императором. Хуанди научил людей копать колодцы, лечиться иглоукалыванием, делать лодки и музыкальные инструменты. Но больше всего землян удивляли не новые для них знания, а удивительный треножник, на котором совершали полеты неизвестно куда их учителя. Этот аппарат мог покоиться и идти, становиться легким и тяжелым, летать в облаках, подобно дракону. Кроме того, он не имел преград в прошлом и будущем. В 840 году в Лионе толпа растерзала сошедших с небесного корабля трех человек. Несчастные уверяли, что они местные жители и только недолго полетали по небу. Однако во всем городе не нашлось никого, кто вспомнил бы их лица и имена. По сведению историка Тюрина Авинского, в архивах Казанского университета хранится донесение о холопе Яшке, который после встречи в лесу с человеком в странных белых одеждах и полета в небо на большом блестящем медном котле. Вернулся домой с подаренными чудодейственными монетами через несколько лет. В подобных сагах и летописях замените устаревшие слова современными и вы получите описание событий, неотличимых от рассказов контактеров наших дней. Из сотен зарегистрированных случаев контактов третьего рода с приглашением землян полетать в НЛО повсеместно существует небольшой процент случаев, в которых контактеры перемещались во времени. В 30-х годах прошлого века мир стал узнавать о феноменальных способностях Эдгара Кейси, который предсказывал будущее. Ряд пророчеств позже сбылись и занимался нетрадиционными методами лечения, примерно такими же, какими сейчас занимаются современные экстрасенсы. Якобы все свои знания Кейси получил от пришельцев, которые его катали на тарелке начала 21 века. В 1980 году в предместе Парижа Сержи Пантаус, 19-летний Франк Фонтен, исчез после того, как его пикап накрыл ярко светящийся туманный шар. Появившись вновь на том же месте ровно через неделю, Франк долго считал, что отсутствовал каких-то пять минут. Капрал Армандо Вальдес в ночь с 25 на 26 апреля 1977 года вблизи чилийской деревушки Путр на глазах своих подчиненных подошел к приземлившемуся НЛО и исчез. Через 15 минут он вновь появился и упал без сознания. По словам Капрала, выходило, что он гостил у пришельцев несколько дней, однако ему вначале показалось все сплошным сном. Но на лице Вальдеса была недельная бородка, его наручные часы отставали на 15 минут. Календарь часов показывал 30 апреля вместо 26. Он отсутствовал в нашем времени 95 часов 45 минут. Подобные обстоятельства попадали жительницы Восточной Ютландии в 1976 году, украинец ГВ Керносенко в 1989 году, Тукин Айтматов в 1990 году и другие контактеры. 27 сентября 1989 года в Старом парке на окраине Воронежа на глазах толпы 16-летний подросток исчез на несколько минут после того, как трехметровый пришелец из эллипсоидального НЛО направил на него полуметровую трубку. Археологи Жозе Саботини и Аугут Бенавидис в 1992 году поведали миру о своей находке в гватемальских джунглях. По их словам, ночью индейцы, живущие рядом с затерянным джунглях древним храмом Майя, в 100 километрах от Сан-Матео, были разбужены странным шумом. Небо над джунглями приобрело ярко-фиолетовую окраску. Утром опять раздался шум, похожий на рев самолета. Затем все стихло, и индейцы рискнули приблизиться к храму. Недалеко от него деревья оказались примятыми и опаленными, как будто круглым прессом диаметром 186 метров. Внутри этого круга имелись три сдавленных следа диаметром по 90 сантиметров. Якобы там же индейцы обнаружили монету, выпущенную в 2164 году, и надпись «Том Салливан. Июль 2072 года». Серьезную загадку для археологов представляют и странные находки в пластах почвы, несоответствующих времени появления данных предметов. Пролежавшая миллионы лет на дне океана калифорнийская автомобильная свеча зажигания. Гигантские наскальные рисунки Древней Америки, принадлежащие древним грекам Александру Македонскому, турецкому адмиралу Пирирейсу, карты неоткрытых еще континентов, передаваемые старыми мореходами по наследству уже тысячи лет точнейшие карты Земли, найденные на Пасхе рыцарь на коне и в амуниции с вещами и монетами, принадлежащими к периоду за несколько веков до открытия острова. Крустальный череп, совершенные звездные карты и другие изделия, которые технологически сложно сделать даже сегодня, как это все попало в прошлые века. Надо обладать большой фантазией, чтобы при объяснении подобных фактов не вспомнить об НЛО и перемещениях во времени. Если допустить, что какая-то часть прилетающих над нами неопознанных объектов представляет собой межзвездные корабли пришельцев, то необходимо при этом подвести хоть какую-то предварительную теоретическую базу под очевидный в таком случае факт нарушения запрета на сверхбыстрые сверхсветовые скорости. Прекрасный способ обмануть теорию относительности объединить в одно целое звездолеты и машину времени. В этом случае предел допустимой скорости не останется на отметке 300 тысяч километров в секунду, а будет изменяться от нуля до бесконечности в зависимости от режима работы бортовой машины времени. Общая теория относительности превращается при этом в частный случай, верный только для космолетов с выключенной машиной времени. Теперь глубину проникновения кораблей во Вселенную будут ограничивать не время полета, а запас энергии и мощность машины времени. Многочисленные эксперименты, проводимые с целью изучения особенностей НЛО, прямые замеры параметров летающих тарелок, проводились в США самолетами радиолокационной разведки. Косвенные замеры, оснащенными разнообразнейшей аппаратурой, любителями и специалистами во всем мире. Позволяют с большей долей достоверности судить о принципах полета далеко не гипотетических кораблей пришельцев. Большинство из них создают вокруг себя поле измененного времени с помощью особого режима излучения электромагнитных волн, либо всей поверхностью аппарата, либо несколькими светящимися образованиями, шарами на нижней и боковой поверхностях НЛО. Подтверждений этому великое множество. От мест посадок НЛО на них изменяется нормальный ход времени, до записи и работы сложной аппаратуры в местах полетов этих объектов и рассказов очевидцев. 16 октября 1954 года в Сьер-де-Ривьер, департамент Верхней Огорона, фермер, возвращавшийся с поля во время дождя, заметил летящий на высоте 50 метров сероватый двухметровый диск. Когда НЛО пролетал над очевидцем, вдруг время как бы остановилось. Капли дождя повисли в воздухе. Дождь тем самым прекратился. Дрожащая кобыла, словно позабыв про притяжение земли, плавно поднялась в воздух. Продолжался такой стоп-кадр, ровно столько, сколько времени человек и животное находились внутри сферы влияния объекта, то есть несколько секунд. Затем, как только они вновь оказались вне сферы, НЛО резко полетел быстрее. Кобыла опустилась на землю, капли дождя тоже полетели вниз. Произошло это, по мнению очевидца, через 10 минут, никак не ранее. В 15 часов 18 ноября 1957 года 27-летняя Синтия Эпплтон на втором этаже возле очага внезапно увидела постепенное, сначала расплывчатое, затем четкое появление в воздухе человека в облегающей одежде. Материализация пришельца сопровождалась легким свистом. Между ними произошел короткий мысленный разговор. Оказалось, что неизвестный пришел из другого мира в поисках ТТМа. Возможно, речь шла о Титане. После исчезновения человека никто не догадался проверить домашние часы. Однако находившиеся вблизи пришельца вещи как-то внезапно постарели. Несколько лежащих на полу газет сильно пожелтели. 9 июля 1965 года белый цилиндрический НЛО в течение 45 минут маневрировал над аэропортом Санта-Мария, Калифорния, на виду у большого количества очевидцев из наземного персонала. После отлета объекта обнаружилось, что большие башенные часы за это время отстали на 10 минут. В 1978 году в Атлантике по той же причине остановились все часы у пассажиров теплохода Шата Руставели, а в октябре 1983 года у геолога Эбачурина в 12 километрах от Малепки в Пермской области. При приближении людей к приземлившимся НЛО возможны три варианта воздействия на человека. Без видимых изменений отключены двигатели НЛО. Очевидцу кажется, что у всех удаленных от него людей заторможены движения. У него же самого ощущается необычная легкость. Время около НЛО ускорено. Очевидцу движения других кажутся чересчур быстрыми. Ощущается тяжесть в теле. Время заторможено. Последний случай встречается наиболее часто. Очевидцы описывают различные степени заторможенности, от вялости до полного пролича. Мыслительные процессы при этом либо совсем не замедляются, либо замедляются по сравнению со скоростью мышечных сокращений в меньшей степени. По причине замедления времени вблизи НЛО зафиксированы многочисленные случаи нарушения нормальной работы радиостанций и приемников, отключения электроосвещения по причине падения напряжений в сети, остановки двигателей с электрическим зажиганием и других приборов и агрегатов, в работе которых большое значение имеет фиксированная частота и другие зависящие от времени физические константы. Не стоит, однако, делать скоропалительный вывод о том, что все посещающие нас пришельцы на самом деле не инопланетяне, а иновремяне. Большинство наверняка пользуются временем только для перемещения в пространстве. А если в самом деле среди пришельцев, которые нас иногда пугают внезапными встречами в безлюдных местах, встречаются гости из будущего, наши праправнуки? Но не отзаявляют фантасты. Это опасно прежде всего для самих иновремян. Если они нечаянно повлияют на наши события, то измененная история может больнее ударить прежде всего по нашим потомкам. Не волнуйтесь, наши правнуки будут или есть не глупее нас с вами. Очевидно, что если они во время поездки в прошлое допустят какую-либо ошибку, утечку информации, то им необходимо будет предпринять какие-то действия с целью компенсации и сведения на нет негативных последствий. Правда, попахивает сухим языком инструкции по технике безопасности. Наши внуки инструкции чтят. Почитайте сотни и тысячи рассказов контактеров. Почти все они сводятся к стандартной ситуации. Пришельцы, занятые непонятной работой, вдруг встречают случайного очевидца происходящего и... Нет, не убирают свидетеля. Этого делать нельзя. Для того, чтобы свидетель не наговорил лишнего, чего стоит, к примеру, сведения об устройстве летательных аппаратов будущего. Ему просто сообщают массу дезинформации. Наивные очевидцы спешат донести полученные знания до общественности, но превращаются не в героев, ускоряющих прогресс, а в посмешище для ученых. Возможно, уважаемые внуки, что мы в нашем древнем 21 веке разгадали вашу хитрость.